Сирах, глава 24. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чем наследие водвориться мне? Тогда Создатель всех повелел мне, и произведший меня указал мне покойное жилище, и сказал, поселись в Иакове, и прими наследие в Израиле. Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила пред Ним во святой Скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме власть моя, и укоренилась я в прославленном народе в наследственном уделе Господа. Я возвысилась, как кедр на Ливане, и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Ингаде, и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине, и как платан возвысилась. Как корица и оспалав, я издала ароматный запах, и как отличная смирно распространила благоухание. Как халва, неоняк и стакте, и как благоухание ладана в Скинии. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои, ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои, плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими. Ибо воспоминания обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Едущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать. Слушающие меня не постыдиться, и трудящиеся со мной не погрешат. Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедовал Моисей, как наследие сонным Иаковлевым. Он насыщает мудростью, как песон, и как тигр во дни новин. Он наполняет разумом, как Ефрат и как Иордан во дни жатвы. Он разливает учения, как свет, и как геон во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания ее, не исследует ее также и последний. Ибо мысли ее полнее моря, и намерение ее глубже великой бездны. И я, как канал из реки, и как водопровод, вышла в рай. Я сказала, полью мой сад и напою мои гряды. И вот канал мой сделался рекою, и река моя сделалась морем. И буду я сиять учением, как утренним светом, и далеко проявлю его. И буду я изливать учение, как пророчество, и оставлю его в роды вечные. Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих премудрости.